Всем привет! Недавно я вам рассказывал в одном из своих видео об АПРС, о радиолюбительской системе передачи пакетных данных в эфире и в интернет. А в этом видео хочу рассказать о шлюзе, который передает пакеты из эфира в интернет и обратно. И не просто о шлюзе, об одном из вариантов построения такого шлюза, именно о том, какой использую я. Итак, шлюз АПРС. Поскольку АПРС работает и в эфире с помощью передачи пакетов по эфиру и в интернет, то шлюз это соответственно устройство, которое должно содержать в себе как радиостанцию, принимающую из эфира и передающую в эфир, и какую-то микропроцессорную часть, которая взаимодействует с интернетом. Как вариант можно сделать такой шлюз на базе программы для PC или программы для андроида и каких-то устройств, подключенных к этому PC. Либо можно сделать совершенно автономный от компьютеров независимый какой-то шлюз, который будет тоже состоять из радиостанции и контроллера, который непосредственно сам уже соединяется с интернет. Именно такой вариант я и использую. В качестве контроллера АПРС шлюза я использую устройство VX3IN1 польского производства. Информация об таких устройствах есть на сайте microsat.com.pl. Существует три варианта таких устройств. VX3IN1 мини, самый минимальный вариант, VX3IN1 плюс и плюс 2. У меня вариант просто плюс, такой вариант сейчас уже не производится, не продается, его сменил вариант плюс 2. Но разница между ним небольшая, я вам расскажу об устройстве VX3IN1 плюс. Это устройство небольшая коробочка, которая содержит в себе контроллер, микропроцессор или как хотите вы это назовите, маленький компьютер, который имеет Ethernet интерфейс для подключения к сети интернет, имеет USB интерфейс для подключения к компьютеру временного подключения только лишь для конфигурирования, для выполнения настроек и аналоговый интерфейс для подключения радиостанции. Также это устройство может быть использована для подключения еще дополнительных каких-то устройств. То есть помимо того, что узел на таком устройстве радиостанции будет выполнять функции шлюза APRS, он еще может выполнять какие-то другие функции, например, функции погодной станции. Как вы поняли шлюз APRS состоит практически из двух вещей. Вот из этого самого контроллера VX3IN1 и радиостанции. Я использую радиостанцию, естественно, Motorola. Motorola GM300 можно сказать лучшая радиостанция всех времен и народов в плане работы приемника динамического диапазона, чувствительности, внеполосных каких-то избирательностей. Лучше, наверное, приемников в дешевой технике не найти. Итак, радиостанция GM300, она имеет специальный разъем, аксессуарный коннектор, на котором выведены все необходимые сигналы. Сигнал с приемника, сигнал на модуляцию на передатчик, сигнал управления переключением на передачу этой радиостанции. Там еще есть много других сигналов у этой радиостанции, но они не нужны для работы с этим контроллером. Я изготовил кабель-переходник, который не содержит никаких в себе электронных схем, а подключается разъемом к аксессуарному разъему радиостанции и к мини-дин разъему на контроллере VX3IN1. Так как устройство VX3IN1 специально для этих целей предназначено, то соответственно уровни сигналов низкочастотных на выходе этого устройства, уровень сигнала, который надо подавать ему на вход, они как раз пригодны для подключения к радиостанции. И там есть на этом же устройстве на разъеме мини-дин есть выход для управления радиостанцией для переключения ее на передачу. Выход просто транзистор с открытым коллектором, который прекрасно переключает Motorola GM300 на передачу. Выполнять настройки, конфигурировать этот шлюз можно несколькими способами. Как я вам уже сказал, один из способов это подключить устройство VX3IN1 к компьютеру по USB интерфейсу и запустить на компьютере, который работает под операционной системой Windows, запустить программу конфигуратор, который бесплатно скачивается с польского сайта. В этой программе конфигуратор можно сделать все абсолютно настройки шлюза, но есть одно очень большое неудобство. Шлюз может работать либо в режиме конфигурации, либо в режиме работа. Когда он работает, конфигурировать его нельзя. Когда мы его конфигурируем по USB интерфейсу, он соответственно не работает, никакие пакеты никуда не транслируют. Поэтому я свой шлюз таким способом настроил минимально, прописал параметры подключения к сети Ethernet, статический внутренний IP адрес и дальше уже заходил по веб-интерфейсу обычным браузером в настройки шлюза. И вот это можно делать уже в любое время, соответственно шлюз при этом продолжает работать, продолжает транслировать. Единственное, что поменяв какие-то настройки через веб-интерфейс приходится все равно выполнять перезагрузку шлюза. Естественно, во время перезагрузки несколько секунд он перестает транслировать пакеты, но это не важно, их не так много в АПРС сети, по крайней мере в моей местности мало кто этим пользуется, поэтому от того, что шлюз будет недоступен несколько секунд, я думаю, что это не проблема. В настройках этого шлюза можно описать маяк, то есть передачу периодическую какого-то сигнала и в эфир и в интернет, причем можно разные сообщения передавать в эфир, в интернет можно одинаковые. Настраивается как собственно текст этого сообщения, так и периодичность его передачи в эфир и в интернет. В тексте можно указать специальные кодовые слова, которые при работе этого самого маяка будут заменены, например, на текущую дату, на ваши координаты, на местоположение этого маяка. Очень удобно, поэтому благодаря такому маяку, во-первых, если кто-то принимает сигнал этого маяка в эфире на свою радиостанцию, то он сразу видит где маяк находится, а в результате того, что этот же маяк отправляется и в интернет пространство АПРС, то на карте АПРС видно помимо мобильных всех объектов, видно еще и такие вот узлы, благодаря тому, что они собственно шлют тоже сигналы, пакеты маяка в интернет. Вот так на сайте aprs.fi на карте видно мой АПРС шлюз, видно текст из сообщения маяка, который этот шлюз передает периодически в интернет и в эфир. А вот так на карте этого же самого сайта выглядят треки перемещения мобильных объектов в радиусе действия моего АПРС шлюза. Это я немного поездил на автомобиле по городу со включенной радиостанцией в режим АПРС и проезжал недавно мимо моего узла, мимо нашего города, радиолюбитель с позывным R2 Ауи Михаил. В России, в Европе и многих других странах для работы АПРС используется частота 144-800, но не в Америке. Там частота 144-390 с шагом 10 кГц в нижней части диапазона. Вот такая странная частота, но не будем об этом сейчас. Итак, частота 144-800. Для работы на этой частоте к своей радиостанции Motorola GM300 я подключил антенну ANLI-A300, установленную на мачте на крыше здания. Антенна это двухдиапазонная, работают и в диапазоне VHF и в диапазоне UHF, поэтому подключил я ее к радиостанции не напрямую, а через фильтр, аналогичный тому, что я вам показывал в одном из своих видео. Самодельный фильтр и к другому выходу, к дециметровому выходу этого фильтра, у меня подключена другая радиостанция, которая работает в составе узла YSX, это цифровая радиолюбительская голосовая радиосвязь. Обе эти радиостанции двух узлов АПРС узла и YSX узла работают на разных диапазонах и поэтому совершенно не мешают друг другу, несмотря на то, что работают они на одну антенну. Удобно то, что в АПРС узле не используется никакой компьютер, а достаточно только вот этого контроллера VX3IN1 и радиостанции. Пока к сожалению для узла YSX так сделать не получается, используется у меня компьютер, но бесшумный, безвентиляторный тот самый, о котором я вам недавно рассказывал. Тоже питающийся от 12 вольт. Так что в общем-то два эти узла у меня работают и не создают никаких акустических шумов и просто питаются от 12 вольт. К сожалению в России сейчас очень немного шлюзов АПРС, не знаю что будет дальше, но сейчас пока этот вид связи, эта система не набирает популярности среди российских радиолюбителей. И очень жаль. Система интересная, мне было бы очень интересно и удобно пользоваться этой системой, проезжая по разным городам России, отправлять сообщения с координатами, где я сейчас нахожусь и многие мои знакомые радиолюбители могли бы видеть на картах на сайте, где я сейчас проезжаю, где нахожусь, откуда я работаю в эфире. Да и самому мне тоже было бы интересно наблюдать за разными другими корреспондентами. На этом мой рассказ об АПРС-шлюзе, установленном у меня закончен. Вообще тема АПРС большая, сложная и интересная. Я планирую об этом сделать еще видео. А сейчас пока на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, используйте разные интересные протоколы и радиолюбительские технологии. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok